Всем привет, на связи Диана. Java — это уникальный язык программирования, на котором написаны миллионы программ по всему миру. Спрос на Java-разработчиков растет, но при этом растет и количество джуниор-специалистов, которые хотят найти работу в хорошей компании. Сегодня мы разберем, какие навыки нужны начинающему Java-специалисту для того, чтобы найти работу, закрепиться в компании и двигаться по карьерной лестнице. Так что, если вам интересно и актуально, оставайтесь с нами и предлагаю стартовать. Первое и самое важное — это умение писать чистый код. Несмотря на то, что джуниор — это градация начинающего специалиста, любой работодатель ожидает, что вы уже умеете писать код, и важно, чтобы код был чистым и легко читаемым. И чем чище ваш код, тем быстрее старшие коллеги будут его ревьюить и давать вам обратную связь, а значит, процесс разработки не будет вставать надолго. Сейчас мы кратенько разберемся, что вообще значит чистый код и как к нему прийти. Первое и самое важное — это имена. Когда мы пишем код, мы используем имена повсюду. Мы называем классы, файлы, переменные. Обдуманный подход к выбору этих имен — это и есть первый шаг к написанию чистого кода. Ваше имя должно обязательно нести какой-то смысл, который вам будет понятен в будущем. Например, если вы хотите отразить выручку, то лучше использовать, ну, скажем, название revenue или revenue amount, а не просто ABC, потому что высока вероятность, что через пару недель вы даже не вспомните, что это значит для вас. Так что подходите к выбору имен обдуманным. Второе — это фреймворк. Во время написания кода мы постоянно пользуемся какими-то фреймворками. Не поленитесь зайти в интернет и ознакомиться с их правилами, потому что вот как раз-таки правила использования того или иного фреймворка помогут сделать ваш код более чистым, профессиональным и легко читаемым. Третье — это структура классов и методов. Имена классов, методов и структуры этих классов должны быть разработаны понятно с учетом принципов объектно-ориентированного проектирования, а также принципов соли. Помните об этом, потому что вот эти все принципы точно сделают ваш код более чистым и профессиональным. Следующее — это минимум комментариев во время написания кода. Комментировать код однозначно нужно, потому что это помогает ревьюить его вашими старшими специалистами, и, в принципе, вы можете вернуться к коду через какой-то отрезок времени и понять, о чем вы писали. Но любой код должен быть понятен без комментариев или содержать их минимальное количество, чтобы не тратить лишний ресурс разработчиков еще и на то, чтобы разбираться в ваших комментариях. А еще часто бывает такой кейс, что код обновили, а комментарии остались старыми. Тут, конечно же, происходит путаница, которую мы стараемся избегать путем минимизации комментариев. Так, мы разобрали основные пункты, которые нам важны, которые важно учитывать при написании чистого кода. На самом деле их, конечно же, больше. Сейчас я предлагаю перейти дальше и разобрать еще несколько навыков, которые очень важны начинающим Java-девелоперам. Следующий важный навык — это SQL. На Java пишут веб-приложения. Практически любое веб-приложение имеет базы данных. Любому Java-разработчику очень важно уметь с этими базами данных работать, выгружать что-то оттуда, корректировать или вычленять просто важную для разработчика информацию. Помимо каких-то основ языка, очень важно знать джойны и подзапросы. Кстати, на собеседованиях зачастую как раз-таки проверяют SQL наравне с профильным языком. Поэтому, если вы готовитесь, то я советую вам обратить на это особенное внимание. Итак, следующее — это фреймворк Spring. Фреймворк Spring используется в большинстве современных приложений, написанных на Java. Он нужен для того, чтобы разработчикам было легче создавать и проектировать приложение. Без знания этого фреймворка начинающему специалисту будет очень трудно найти работу, потому что даже на этапе собеседований, как правило, работодатели просят показать какие-то примеры кодов, которые написаны с использованием этого фреймворка. Поэтому, пожалуй, добавим этот навык в число масс-навыков для начинающего специалиста. Четвертое — это понимание принципов объекта ориентированного программирования. Сначала чуть-чуть теории. Объект ориентированное программирование — это подход, при котором программа рассматривается как набор объектов, которые взаимодействуют друг с другом. ООП ускоряет написание кода и делает его более читаемым. Благодаря ООП вы сможете структурировать информацию, быстрее масштабировать код и лучше понимать написанное. Знания ООП нужны даже начинающим специалистам, поэтому советуем обратить ваше внимание на эти принципы и как минимум ознакомиться с ними. Следующее, что важно знать джуниор-жава-разработчику, — это взаимодействие клиента и сервера. Для того, чтобы разбираться во всех этих концепциях, важно изучить протокол HTTP. Тут я скажу, что достаточно каких-то верхнеуровневых знаний, и не нужно погружаться очень детально. Но как минимум ознакомиться с этим протоколом стоит. Помимо протокола, на собеседованиях еще могут спросить про REST. REST — это надстройка над протоколом HTTP. Мы тоже советуем вам с ним ознакомиться перед тем, как вы будете проходить собеседование, потому что вопросы и по REST, и по HTTP частенько встречаются. Следующий навык, который важно иметь, — это понимание систем контроля версии. В данном случае я говорю про GIT, потому что это одна из самых популярных систем на данный момент. Эти знания помогают команде разработки вносить изменения в исходный код даже с течением времени, и в целом это делает процесс разработки более эффективным. Языки можно изучать самостоятельно, но если вы хотите быстрее, если вы хотите получить гарантии и сделать процесс обучения более структурированным, вы можете пройти обучение на релевантных курсах. Мы в онлайн-университете Product Start более 10 лет обучаем студентов IT профессиям. За это время выпустили тысячу специалистов, а наш курс «Профессия Java-разработчик» является одним из наших флагманов. Курс включает в себя гарантию трудоустройства, карьерным центром Product Start, поддержку кураторами и опытными разработчиками во время всего обучения, огромное количество кейсов в портфолио и возможность проходить стажировки в компаниях-партнеров. Если вас заинтересовал курс, проходите по ссылочке в описании, оставляйте заявку, и наши менеджеры обязательно с вами свяжутся и ответят на все ваши интересующие вопросы. Вот так кратенько постарались пройтись по основным навыкам, которые проверяют на собеседованиях на позицию junior Java-разработчика, на самом деле навыков больше, и они варьируются от компании в компанию. Мы постарались затронуть самые популярные. Надеемся, вам было полезно и интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч! Пока!